Вот, давайте мы начнем сегодняшнее заседание. Первый доклад у нас делает Андрей Зайцев, профессор. Ну, извините. Ну, мой молодой сотрудник, я не могу у вас по-другому. Хоть вы уже и профессор, и главный профессионолог Министерства обороны, но мы с вами встретились впервые, я напомню только, в Казахстане. Да, поэтому тянутся корни все равно оттуда. Вот, и он расскажет о рациональной фармакотерапии COVID-19 в лабораторной практике. Профессор Зайцев является одним из крупнейших специалистов по COVID-19. Так получилось, что мы как-то независимо с ним начали этим заниматься. Каждый сделал свою линию, продвинул эту линию. И сейчас эти линии общепризнаны, общеприняты в российской, на самом деле, в общем мировой практике тоже. Поэтому я с удовольствием вам предоставляю слово. Пожалуйста, я пока прекращаю. Спасибо, Павел Андреевич. Конечно, замечательная была поездка тогда в Казахстан. Я даже не могу вспомнить, какой это год, но мне кажется, уже порядка 15 лет назад точно. Поэтому, конечно, это очень здорово. И сейчас все эти наши возможности развиваются. И я с удовольствием, конечно же, сотрудничаю и принимаю участие и во всех вебинарах, и в жизни. В общем-то, мы сейчас, так понимаю, что не кафедры, а, по крайней мере, работу общества терапевтов московского городского. Мой сегодняшний доклад посвящен рациональной фармакотерапии COVID-19 в амбулаторной практике. И вы знаете, коллеги, сегодня уже пришло время нам поговорить, в том числе, об этиотропной терапии. И когда мы говорим именно об этом направлении лечения в раках COVID-19, конечно же, в большинстве своем речь идет именно об амбулатории, а не как на стационарах. Вы слышали неоднократно наши вебинары, лекции, подобного рода выступления, где именно эта идея продвигается в жизнь, потому что сейчас мы действительно получили препараты, благодаря которым мы можем справляться с этой тяжелой инфекцией и не допускать выступлений наших пациентов в не только демиомоцинтенсивной терапии, но и таким вот образом предохраняя их в последующей госпитализации. На самом деле проблемы, которые выявила COVID-19, они уже столь широко известны, но почему-то, и в первую очередь в нашей стране, наверное, стоит об этом говорить, никак не решаются. Потому что помимо высокой заболеваемости, которую сразу же поставила перед практическим врачом, проблемы в отношении разграничения бактериальной и вирусной инфекции. И вот эти проблемы сейчас настолько наслоились, что теперь любая простуда ассоциируется у врача с необходимостью назначения антибиотиков. Мы приучили к этому наших пациентов, и, конечно, это серьезнейшая проблема. И вот, наверное, до определенного момента, до 2022 года, наверное, очень широкий, ну, так сказать, проблем состояло в том, что назначались средства с, ну, как бы не очень понятной противовирусной активностью. И вы знаете, огромное количество препаратов исследовалось в рамках COVID-19 с не очень ожидаемыми результатами. Но вот, наконец-то, ситуация категорически изменилась. У нас есть, по крайней мере, три лекарственные средства, обладающие высокой эффективностью в отношении вируса SARS-CoV-2. И, конечно, вот эта неопределенность приводила к полипрагмазии. И вы знаете, какие только схемы лечения мы с вами не наблюдали в реальной клинической практике. И, поверьте, даже до сегодняшнего промежутка времени, буквально вчера мне прислали очередную схему, потому что где-то там, в какой-то, в одном из регионов нашей страны, подъем заболеваемости. Поэтому давайте принимать аспирин, давайте принимать непонятные препараты с противовирусной активностью, давайте делать то, что совершенно не относится к серьезному везению подобного рода пациентов. Ну и, конечно же, нерациональная симптоматическая терапия. Я никогда не думал, что мы будем этим заниматься. Но, поверьте, высокодозная терапия парацетамола, назначение муколитиков при сухом кашле вследствие COVID-19, это такая проблема, которая до сих пор, к сожалению, не решается до настоящего времени, и нам необходимо встречаться, да, и обсуждать эти вещи. Итак, что же происходит на практике? У пациента лихорадка, он обращается за медицинской помощью, он вызывает врача на дом, а дальше начинается действительно какая-то не очень понятная проблема. С одной стороны, для врача совершенно понятно, что он имеет дело с какой-то вирусной инфекцией. Но что это? COVID-19. Это УРВИ, а ведь еще до мухлов вечер висит над головой, как бы не пропустить вне больничную пневмонию. И здесь уже даже не важно, что это поражение в легких рамках COVID-19, я имею в виду для практического здравоохранения, либо это вне больничной бактериальной пневмонии, это, конечно, условности, это очень важно, разграничение этих параметров. И, конечно, врач становится заложником. Ему хочется назначить препарат и в отношении простуды, и в отношении пневмонии антибиотик, ну и, конечно же, в отношении к обидевитациям надо тоже что-нибудь придумать, да, и это обрастает уже там десятком назначений с серьезными экономическими проблемами, для пациента, конечно же, в том числе, но и самое главное, с непонятным количеством нежелательных явлений, которые мы до сих пор не знаем, да, и которые вполне очевидно приводили очень многих наших пациентов, по крайней мере, в стационар, да, с антибиотикой сырным и околитом, а иногда и к фатальным исходам. К сожалению, общей статистики в этом контексте мы, я думаю, что наверняка и не узнаем. Что же нужно сделать? А нужен жесткий алгоритм. Внедрение его в реальную клиническую практику и, наверное, по-военному, с требованиями серьезного выполнения совершенно простых правил, которые вы видите на этом экране. Первое мы увидели этого пациента. Давайте его послушаем. Давайте его, по крайней мере, расспросим, пусть в течение небольшого количества времени, какой у него кашель, гнойный, да, либо это совершенно непродуктивный кашель. Но и, безусловно, послушаем его. Для того, чтобы определиться, есть ли у него какие-то подозрения, у нашего больного, да, у нас они возникнут подозрения, в пользу бактериальной инфекции, в пользу той самой внебольничной бактериальной пневмонии, которая никакого отношения к COVID-19 не имеет. И для этого нам потребуется всего лишь фибрильная лихорадка, продуктивный кашель с отделением гнойной мокроты, боли на стороне поражения, ну, и очевидно, физические признаки, фокус многокузырчатых репутатов, либо капитации. Ничего подобного у пациентов, переживающих COVID-19, конечно же, мы не найдем. Хорошо, исключили этот момент. У пациента фибрильная лихорадка, либо субфибрильной температурой тела, сухой кашель, ну, и по большому счету, першение в гор. Дальше. Вне всякого сомнения, нам широко необходимо внедрять в реальную клиническую практику возможности по экспресс-диагностике. Да, это действительно важно, особенно у больных, которые с коморбидным фоном, об этом мы чуть позже поговорим, ожирение, сахарный диабет, артериальная гипертензия, ну, и, конечно же, пошилой возраст. То есть, дискретная проблемная группа, которых нужно защитить от того, чтобы они не попали через определенную пружину, в стационар, и тем более, в отделение мацинтезной терапии. И у этой категории, да, вполне очевидно, конечно же, экспресс-диагностика в отношении новой коронавирусной инфекции. Вы меня спросите сразу же, а зачем нам это делать? Все с практической точки зрения совершенно понятно. У молодого, наверное, этого делать и не стоит, потому что вполне очевидно, заболевание будет притекать достаточно легко. И, учитывая нынешнюю ситуацию, микрон, что соответствующий, да, кентавр, как он там называется, не сопровождается на сегодняшний пример, что примени, ну, каким-то, сколь-либо выраженным у подобного рода пациентов поражением легких. Другая группа. У пациента 75 лет, у него есть сахарный диабет, или у него есть ожирение, либо это пациент 50 лет, трудоспособный возраст, но опять-таки с сопутствующими заболеваниями, и, конечно, мы должны его сохранить, предотвратить дальнейшее прогрессивное заболевание. И, конечно же, если мы увидим положительный тест, иммунитурграфический анализ, перед нами будет совершенно понятная ситуация, для того, чтобы мы приняли решение о назначении этиотропного препарата. Чуть позже об этом поговорим, речь идет о монопровере, и о других возможностях противовирусного лечения. Третий вариант в обязательном порядке нужно выяснить, будем ли мы решать вопрос о госпитализации этого пациента, или будем наблюдать его в амбулаторной практике. Конечно же, банальный метод пульсоксиметрии сейчас всем широко знакомый, но я помню, как в 2015 году мы внедряли с большим трудом этот метод в стационарах Министерства обороны, а потом в 2017-2018 продлили эту практику совершенно потрясающую на всех больных с респираторными инфекциями. Поэтому у нас уже были, по крайней мере, все Министерства обороны, внедрены эти самые алгоритмы, о которых мы с вами сейчас разговариваем, в обязательный курсоксиметрии с записью в остеевой болезни. В настоящий промежуток времени у больного сатурация 96%, в связи с чем принято решение наблюдения его в амбулаторной практике. Все. В идеале, конечно же, с одноминутным тестом сесть встать, потому что все-таки сатурацию нужно посмотреть на фоне физической нагрузки. Но это уже дополнительно какие-то нужны. А дальше все. Перед нами четкое понимание процесса. Вирусная инфекция, антибиотики не нужны, и иммунофинографический анализ, положительный тест, пациент диагностики забрали результат материалов для последующей ПЦР-диагностики. Хорошо. И определяем все. Нет факторов риска. Нет сопутствующих заполеваний. Молодой возраст пациента можно ограничиться симптоматическим лечением. Есть факторы риска. Пожалуйста, наши возможности значительно расширяются. Конечно же, оставляем ту самую правильную симптоматическую терапию. Не нужно назначить муколитик при сухом кашле на фоне COVID-19. Назначили противокошливой препарат. Назначили адекватную дозу парацетамола не более полутора грамм в сутки. Не получается пользоваться комбинированным препаратом. А дальше у нас есть сейчас все возможности для правильного введения этих пациентов. Антикогулянт. Об этом неоднократно Павел Андреевич упоминал, и я уверен, что слушатели на нашем сегодняшнем вебинаре это все прекрасно знают. Дозировки тоже мы сейчас не будем обсуждать. Действительно, в этой категории пациентов мы уверен, найдем даже у них факторы риска венозного тромбомболизма и показания по значению соответствующей как бы фармакотерапии. А вот дальше у нас появляется новое. Это вполне очевидно. Возможности этиотропной противовирусной терапии. И на сегодняшний COVID-19 опять-таки у пациентов в первую очередь в амбулаторной практике. Спрошу вас, а все-таки почему мы говорим именно в амбулатории? И отвечу чуть позже. Это как раз больные с COVID-19 имеющие факторы риска. И если мы поймали этого пациента в фазу репликации вирусной инфекции, вполне очевидно мы получим эффект от подобного рода противовирусной терапии. Если же мы запоздали с этими сроками 7-10 день, когда пациент госпитализируется из-за поражения в легких. Если есть поражение, значит уже состоялся сам процесс. Значит вирус накопился в эпителии трахиментхиального дерева, в полости носа, попал в кровоток, вызвал соответствующую системную воспалительную реакцию, выброс провоспалительных цитокинов и дальше уже они сделали свое дело в виде нарушений реакции гиперкоагуляции, в конечном итоге нарушения микроциркуляции в легочных артериальных сосудах, но и вполне очевидно это поражение по типу сфероспиратон достроя синдрома интерстациальное поражение, препятствующее диффундированию кислорода через альвеолокапиллярные мембранд дыхательные недостаточно. То есть а где здесь вирус? Вирус уже сделал свое дело в самом начале. Это уже совершенно другой процесс и здесь конечно же противовирусными препаратами повлиять на исходы этого пациента скорее всего ну по крайней мере маловероятно. Тут вопрос тонкий вполне очевиден, потому что необходимо определять вирусную нагрузку, что делается только в единичных стационарах нашей страны. конечно же у некоторых категорий пациентов там и спустя две недели а то и более длительный срок определяется высокая концентрация вируса и наверное элементы противовирусной терапии понадобятся. Но наверное речь идет все-таки извините за тавтологию наверное потому что это требует последующих конечно же все-таки исследований. Это онкогематологические пациенты не так в общем-то отвечающие на соответствующую инвазию вируса SARS-CoV-2 это вот такие вот проблемные пациенты с нарушениями иммунной системы где действительно радикационная противовирусная терапия тоже будет востребована. Но в реальной клинической практике все-таки основная идея эти препараты спасающие жизнь молопировир они должны быть назначены как по возможности в самые ранние сроки потому что это действительно предотвратит прогрессирование болезни у этих пациентов. Итак еще раз обговорили COVID-19 алгоритмы ведения этих пациентов выяснили факторы риска определили показания противовирусного лечения среди возможностей у нас с вами есть три препарата молопировир подставит об этом чуть позже поговорим тем более что сейчас появились российские препараты с содержанием соответствующих вещества активных в отношении вируса SARS-CoV-2 рамдисевир тоже у нас есть российский аналог мы тоже можем из этого использовать но только в рамках дневного стационара потому что это внутривенное ведение но тоже мы можем переформатировать оказание нашей помощи с помощью этого препарата но не в стационаре назначение препарата в ранние сроки об этом уже порассуждаем вирус нейтрализующие антитела стоят под большим вопросом потому что в отношении сегодняшних штаммов вируса SARS-CoV-2 в отношении микрона нам говорят что активностью обладает только лишь наверное один препарат сатровиван поэтому здесь остаются вопросы давайте возвращаться к анонсированному но и самом начале правильной рациональной эффективной противовирусной терапии молно-пировет это про лекарства оказывает противовирусное действие путем введения ошибок копирования при репликации вирусной рНК нарушение процесса репликации могу сразу сказать что благодаря появлению молно-пировера у нас сразу же появились потрясающие вот эти возможности в отношении введения пациентов и конечно же мы в том числе в Российской Федерации сразу говорили о том что это все-таки препарат именно для амбулаторного звена потому что еще первое исследование которое было проведено в Великобритании четко продемонстрировало его потрясающую клиническую эффективность по части профилактики госпитализации пациента и профилактики даже госпитализации выделения ренемоцентриссионной терапии то есть назначение этого препарата на раннем этапе продемонстрировало значительное преимущество снижения госпитализации смертности при введении пациентов с COVID-19 но как только препарат появился если не ошибаюсь в Индии и там начали пролететь исследования как раз у стационарных пациентов здесь оказались результаты не столь в общем-то значительными потому что мы уже понимаем и понимаем тот примужеток времени в стационаре этот препарат будет в общем-то ну так скажем малоэффективен потому что уже все состоялось уже есть поражение легких и вполне очевидно мы можем добиваться в этом случае эффекта совершенно другими методами лечения антицитокиновые препараты да и либо глюкортикостероид на сегодняшний промежуток времени применение молмоперавира выглядит крайне так скажем доказанным в отношении противовирусного эффекта приведения пациентов с новой коронавирусной инфекцией речь идет о больных которые наблюдались в амбулаторной практике и видите здесь было показано что данное лекарственное средство прекрасно работает и снижает риск госпитализации смерти у невакцинированных взрослых ковид-19 из группы риска и при этом прекрасно переносится потому что частота нежелательных явлений пусть в общем-то и выглядит достаточно высокой на сегодняшем множестве кремнии но опять-таки повторюсь в рамках исследований всегда оцениваются все нежелательные явления и конечно же можно поспорить и проанализировать ситуацию всегда ли это связано с назначением данного лекарственного средства еще один прекраснейший протокол вы видите на этом экране достаточное количество пациентов было организировано более 1400 человек 1433 пациентов и обратите внимание частота госпитализации и смертей через 29 дней была ниже на 30% в группе молокироведа чем в группе плацебо и обратите внимание частота летальных исходов один в случае применения этого препарата и 9 летальных исходов соответственно в альтернативной группе то есть конечно же применение молокировера по сравнению с плацебо сопровождалось лучшей выживаемостью да и вполне очевидно меньшее количество госпитализации которые потребовались пациентам получавших подобного рода фармакотерапию ну и не всякого сомнения наверное здесь стоит сказать спасибо министерству здравоохранения российских федераций потому что даже в условиях санкций наверное это тоже очень важный момент оказывающий влияние на так сказать нашу сегодняшнюю ситуацию все-таки в отношении обеспечения и регионов молно-перавиром у нас есть наверное все возможности потому что появились российские препараты содержащие молно-перавиром об этом я чуть позже поговорю и практически спустя там 2-3 недели с момента одобрения этого препарата европейским медицинским агентством да и где он появился и в российской федерации в том числе да не буду останавливаться на временных методических рекомендациях мы понимаем что мы сейчас обговорили да вот эти схемы ведения пациентов в амбулаторной практике вполне очевидно в рекомендациях он есть и в условиях стационара опять-таки с теми оговорками которые я озвучил все-таки назначать препарат спустя 7 суток с момента появления первых признаков заболевания на мой взгляд не совсем целесообразно наоборот ранее назначение а вот дальше я бы хотел и задать вам вопрос с одной стороны и посетовать глядя на этот слайд вы знаете коллеги все что мы сейчас говорили говорил я уже достаточно долго ведь мы это озвучивали наверное в конце 2020 года по-другому мне не скажешь когда нужны противовирусные препараты мы вообще даже вот в прямом эфире подобного рода выступления задавали вопрос а зачем тот же самый Ромдисимир исследуется нашими зарубежными коллегами и вообще жестко критиковали зачем он исследуется в рамках стационарного звена надо очень быстро дать практическому врачу в амбулаторный практик переформатировать систему здравоохранения в рамках именно у стационара родителей для себя и тогда у нас все будет получаться потому что мы же понимаем как бы идею зачем нужны вот эти вот эти отропные препараты и не надо дискредитировать их назначая пациенту спустя там две недели с момента появления симптомов с тяжелым поражением легких в условиях стационарного звена да конечно мы хотим им помочь но вряд ли это будет целесообразно в этих условиях наоборот алгоритм с ранним выявлением подобного рода пациентов факторы риска назначения молнин пирогов под стационаром десивера в рамках стационара и вот здесь могу посетовать потому что только что я приводил данные наших рекомендаций где и в стационарном звене в общем-то возможность использования данных препаратов так сказать присутствует это конечно похвально но должны быть оговорки тогда 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 и так сказать тот алгоритм который мы с вами разобрали а вот зарубежные рекомендации сейчас очень быстро перестроились и сейчас те идеи которые мы говорили и озвучивали там полтора-два года назад они уже внедрили в реальный клинический фактор почему у нас не происходит то же самого я к сожалению ответить не готов наверное нам с вами нужно вместе объединив усилия заниматься этим вопросом потому что да и молнин пировир да и нервантливир об этом чуть позже поговорим еще один потрясающий противовирусный препарат это вот как раз амбулаторное свино именно тогда должны применяться эти лекарственные средства в случае новой коронавирусной инфекции ну и безусловно я с удовольствием представляю ковипир потому что это вообще удивительная вещь что наверное спустя там пару месяцев с момента получения вообще нами этого препарата в реальной клинической практике у нас появились препараты российского производства в частности ковипир компания Primafarm речь идет о молнин пировире с высокой клинической эффективностью этот препарат снижение риска госпитализации и снижение риска летального исхода практически на 90% безопасность и удобство применения ну и вполне очевидно сейчас уже это правильная стратегия уже озвученная ранее в отношении ведения пациентов с факторами риска прогрессирования новой коронавирусной инфекции в ранние сроки назначения препарата профилактика госпитализации быстрое выздоровление пациента ну и конечно же профилактика неблагоприятных исходов в виде госпитализации включая отделение реанимации интенсивных терапии еще один препарат нирмат релвир в общем-то нам он был известен в самом начале под таким торговым названием пакславит наше торговое название я скажу чуть позже речь идет в частности о миробивире это наш российский аналог который идентичен оригинальному лекарственному средству и мы его можем с успехом применять в реальной клинической практике здесь комбинация с ритонавиром столь нам знакома потому что помните раньше мы использовали препарат при введении пациентов с COVID-19 в первую волну спустя пару недель сразу же отказались от назначения подобного рода лекарственных препаратов потому что мы уже имели дело с поражением легких где противовирусная терапия по большому счету была нецелесообразна неэффективна но вот здесь этот наш знакомец ритонавир служит для замедления метаболизма противовирусного средства и для поддержания более высоких концентраций основных препаратов кровотой то есть для него есть такая благая ниша поддерживать концентрацию активного против вируса SARS-CoV-2 препарата которым является NIRMAT REUVIR конечно сейчас практически первые же исследования которые были доступны подтвердили высокую эффективность этого лекарственного средства на моей памяти вообще вот это первое исследование оно оказалось незаконченным и первые же результаты сразу же появились на сайте компании производителей и мы по-моему даже с вами встречавшись об этом активно обсуждали и говорили о том что наконец-то у нас с вами появился еще один эффективный противовирусный препарат еще одно исследование которое уже проведено было впоследствии я сейчас прокомментирую обратите внимание рандомизация более двух тысяч пациентов и потрясающие в общем-то итоги во вторичном анализе начну все-таки с него среди пациентов получающих этот препарат не позже пяти дней с начала заболевания обратите внимание снижение относительного риска госпитализации и смерти составило 87,8% по сравнению с пациентой если мы говорим не позже трех дней то эта цифра еще даже возрастает до 88,9% при этом обратите внимание ни одного погибшего в группе нирмалт ревира с ритонавиром не было в общем-то не наблюдалось а в группе плацебо к сожалению сообщалось о 9 погибших пациентах то есть это потрясающий итог наблюдения и подтверждения клинической эффективности данного лекарственного средства повторюсь оно также входит в рекомендации Министерства на мой взгляд и в амбулаторной практике да и в стационарных условиях с учебом тех разговоров которые мы с вами обговорили ну и повторюсь это российская компания Миробивир выпускает комбинацию иммун-тревира с ритонавиром которую мы с вами можем сейчас эффективно использовать в реальной клинической практике в амбулаторных условиях конечно же есть и комбинации иммун-операвир мы с вами это обсуждали действительно это важное место в введении подобного рода пациентов и рекомендации ВОЗ где тоже мы видим данную комбинацию как раз у пациентов с факторами риска в амбулаторных условиях где раннее назначение противовирусной терапии правильно и эффективно сопровождаются хорошими клиническими эффектами в виде меньшего риска госпитализации меньшего риска фатального исхода ну и несколько слов обратите внимание рамбисивир опять-таки могу только еще раз поаплодировать что все-таки так сказать наши коллеги быстро перестроились и вот те идеи которые мы с вами давно-давно говорили в конечном итоге реализовались в четких рекомендациях потому что рамбисивир именно раннее назначение позволяет предотвратить тяжелое течение новой коронавирусной инфекции это как бы очень хорошая идея позволяющая нам сейчас в преддверии там новой волны по крайней мере оказывать правильно фармакотерапию нашим пациентам и повторюсь о том что и в Российской Федерации у нас есть рамбисивир рамбисформ который тоже мы можем с успехом использовать у наших пациентов в том числе вернее даже в первую очередь в рамках дневного стационара потому что именно раннее назначение позволит нам предотвратить жизнеугрожающие последствия новой коронавирусной инфекции у наших пациентов не буду останавливаться глубоко уважаемые коллеги на рекомендациях когда мы можем использовать да меру бивир комбинацию соответственно нермат раувира с ритонавиром единственное скажу что очень удобная доза у этого препарата 300 миллиграмм две таблетки по 150 миллиграмм каждые 12 часов ежедневно в течение 5 дней то есть вот здесь уже очень удобная дозировка да по сравнению вспомните с фавиоперавиром который мы можем использовать в реальной клинической практике и вот очень важное напоминание о том что прием данных препаратов да и в частности мера бивира должен начинаться как наиболее рано в течение 5 дней максимально с начала появления первых признаков заболевания да фаза репликации вирусной инфекции факторы риска у этого пациента мы предотвращаем развитие жизнеудержащих осложнений в назначении подобных фармакотерапии безусловно противовирусная активность биробивира как раз выглядит доказанной в том числе против распространенных на сегодняшний штамм микрон включая тяжелые штаммы в частности дельта клиническую эффективность мы поговорили она достигает 90% и напомню что в группе данного препарата никто не умер в отличие от группы плацебо где регистрировалось 9 летальных исходов то есть исследование я уже комментировал благоприятный профиль безопасности и вообще короткий курс лечения пятидневных на мой взгляд именно для противовирусной терапии подобного рода инфекции вот пятидневный курс это не антибиотики выглядит в общем-то достаточно с точки зрения клинициста как бы целесообразно потому что именно вот в эти сроки при данном назначении мы получаем эффект а впоследствии пролонгировать кофлютерапию большей части пациентов не требуется там есть конечно вопросы в отношении оптиментологических пациентов но это уже отдельная тема и не сегодняшний вариант этого выступления и безусловно когда мы говорим о применении этого препарата стоит вспомнить о лекарственном взаимодействии потому что все-таки подобного рода фармакотерапия может сопровождаться нежелательным явлением которые могут их риск может повышаться при назначении этого препарата совместно с другими лекарственными средствами я сейчас не буду их анализировать вы видите их на этом слайде пожалуйста фотографируйте либо сделайте скриншот ну а самое главное вот тот алгоритм назначения который предлагается экспертами для минимизации риска лекарственного взаимодействия для пациентов которым показано лечение бербилия обратите внимание получить полный список лекарств подтвердить что пациент принимает все лекарства в соответствии с предписаниями посмотреть инструкции да если препарат в общем-то входит в число противопоказаний да в раппорт лекарственных взаимодействий то назначить альтернативное лечение промолну пировир да кови пир мы с вами только что поговорили да ну и конечно же обратите внимание вот на этом сайте есть мобильное предложение достаточно простое где можно подробно в общем-то почитать по участию лекарственных взаимодействий ну и возможности в отношении корректировки доз текущих препаратов рекомендация временного прекращения приема лекарственных средств если это возможно потому что все-таки назначение мировир это жизнеспасающая стратегия у пациентов с COVID-19 да и в данном случае это очень пятидневное промежутное время это сделать возможно ну и клиническое наблюдение при назначении данного лекарственного средства и еще один очень важный момент обратите внимание что именно для Мирбивира есть сопоставимость в отношении даже непосредственно приема и возможности коррекции дозы у пациентов с легкой средней степени почечной недостаточности когда необходима редукция доз почему потому что Мирбивир точностью но так скажем копирует оригинальный лекарственный препарат и существует возможность редукции дозы у пациентов с данными проблемами с легкой и средней степени почты недостаточности. У других соответственно дженериков бакславида такой возможности в общем-то нет. Поэтому это и одно из преимуществ меру вивира, который мы тоже можем использовать в реальной хронической практике. Не буду останавливаться коллеги на других исследованиях в отношении молниупировира, бакславида при COVID-19. Обратите внимание, все вышеизложенные исследования продемонстрировали клиническую эффективность в участии меньшего риска респектаризации и меньшего риска и большего количества неблагоприятных событий, фатальных исходов у больных, которые правильно получали подобного рода противовирусную фармакотерапию. Завершу разговор о противовирусных препаратах только еще раз так скажем продвижением той самой идеи, которая озвучивалась начиная с 2020 года и по ныне. Парадигма противовирусной терапии. На мой взгляд, вообще любой, когда речь идет о вирусных респираторных инфекциях, включая COVID-19. Именно при COVID-19 это потрясающая модель. Мы можем добиться эффекта от противовирусных препаратов только в терапевтическое окно первые пять суток с момента появления первых признаков заблеваний. Так называемая фармакотерапия вирусной инфекции. Если уже процесс запустился, если уже есть поражение легких, применение противовирусных препаратов, это стациональное звено, уже будет сопровождаться значительно меньше этих минусов. Поэтому четкий алгоритм. COVID-19 диагностировали, факторы риска выявили, назначили как можно ранее молни-перавир, повипир, либо назначили, соответственно, подстановить меробивир, и у нас, в общем-то, все будет получаться. Либо рамдисевиры в рамках, соответственно, оказания медицинской помощи в рамках стационара. Ну и, конечно же, два слова о тех проблемах симптоматической теракии. Все-таки анальгетики, антиперетики, конечно же, портстамол до полутора грамм в сутки, и бупрофен, соответственно, по 400 миллиграмм два раза. Этого вполне достаточно. Либо использовать комбинированные препараты. Не нужно, соответственно, превышать эти дозировки у взрослых пациентов, потому что это может приводиться на муриат международных явлений. В отношении противокошлевой терапии то же самое. Все-таки обратите внимание, кашель при COVID до настоящего времени сухой, включая штаммы сегодняшнего дня, обикрон, все-таки нам пациенты говорят именно о непродуктивном сухом кашле, и здесь только противокошлевые лекарственные средства будут наиболее полезны. Итак, COVID-19. Ошибки амбулаторных рак. Назначение антибиотиков, назначение ВКС и отсутствие показаний. Да, в отношении антикоагулянтов. Как раз и Павел Андреевич зададим вопрос, потому что, на мой взгляд, если перед нами пациент молодого возраста и отсутствует поражение легких, на мой взгляд, эта терапия выглядит по большим вопросам, но как только перед нами пациент с факторами риска, конечно же, мы должны это лечение назначить. Мукоактивные препараты при сухом кашле назначить не стоит, но и высокодозная терапия под стамолом тоже может сопровождаться целым рядом нежелательных явлений. Поэтому упор и вообще основная идея, которую я постарался сегодня озвучить, это алгоритм для того, чтобы мы диагностировали заболевания, требующие тех или иных направлений фармакотерапии, мы выяснили, что это ковид, мы выяснили, что у пациента есть факторы риска прогрессирующего течения, назначили соответствующую терапию этиотропы, потому что сейчас все возможности у нас с вами есть по части назначения подобного рода препаратов. Речь идет о муминоперавире, ковипире и бакславиде биробивире, которое доступно нам с вами и мы можем это использовать в реальных муществах. Спасибо. Спасибо большое. Так, вопросы. Можно ли назначать ингавирин при ковиде? Андрей Алексеевич, у вас выключен микрофон. Все, пытаюсь его включить. Губок, уважаемый коллеги, ну вот я как раз весь свой доклад построил по одному единственному принципу. У нас с вами есть, ну, по крайней мере, три доказанные стратегии по участию назначения на этиотропных препаратах. Препараты я тоже озвучил. Всего лишь три доказательства присутствуют. При раннем назначении они потрясающие. Ну, вот в отношении ингавирина подобного рода исследования я пока не видел. Будут? Возможно, мы будем говорить и об этом. Пока этого нет. Так, дальше ко мне действительно вопрос про антикоагулянты при ОРВИ вызванный коронавирусом. Как долго назначать? Ну, во-первых, начнем с того, что если вы откроете факторы риска тромбоэмболии лёгкошной артерии, то вы там с интересом увидите, что грипп входит в факторы риска просто. Вот сам по себе. Мы как-то никогда на это не обращали внимания, но на самом деле это факторы риска тромбоэмболии, поэтому любая вирусная респираторная инфекция, тяжелая или средняя тяжесть, мне кажется, является основанием для назначения антикоагулянтов, ну, точно вне зависимости от возраста. С возрастом это еще больше усугубляется риск, но даже в молодом, но относительно молодом возрасте мы считаем, что все-таки стоит назначать. Длительность мы ориентируемся на клиническую картину. Если клиническая картина нормализовалась, человек себя прилично чувствует, то минимум две недели после того. Есть много исследований по этому поводу, американских, там, правда, речь идет об антикоагулянтах не пароральных, а парентеральных, низкомолекулярных гепаринах, но они от двух недель до месяца после выпуски стационара продолжают прием антикоагулянтов. Здесь мы опять же можем уподобиться профилактике тромбоэмболии лекочной артерии, где известно, что тромбоэмболии наступает спустя довольно длительное время после операции, совсем не в первые дни, поэтому здесь та же идеология, что довольно долго. Так, следующий вопрос. Если результат ПЦР через 3-5 дней, я так понимаю, получен, целесообразно ли назначать моноперавиры? Если мы успеваем в эти сроки как раз на пятый день, почему же нет, конечно, если есть положительный результат из факта ревиста, назначать можем, но как предложение сейчас доступны тесты для инферментов анализа, инфографического, прошу прощения, которые обладают достаточно хорошей практически значимостью, и мне кажется, они есть в любом регионе, и до получения результатов ПЦР почему-то не воспользоваться этим тестом, и уже тогда предположительный результат назначить. Ну вот, мы анализировали наш опыт, у нас больные обращаются в наше медицинское бюро примерно где-то на шестые сутки после начала заболевания, то есть в неделю они все-таки где-то гуляют. Вообще-то говоря, чем раньше мы начинаем терапию, тем менее вероятное развитие любых осложнений и неблагоприятных исходов. Поэтому мы призываем как можно раньше, слушайте, дистанционно это вообще просто войти в телефон, набрать медицинское бюро и просто записаться на консультацию. Давайте не упускать такие возможности, потому что вроде бы сейчас легкий коронавирус, и говорят, да ну, там 2-3 дня, а вот у нас вчера больно умер. Правда, я бы желаю прокомментировать сердечный недостаточность, извините, почечный недостаточность, то есть мы все понимаем, что такие больные могут, имеют право умереть от любой инфекции, но тем не менее я бы не сбрасывал со счетов, что коронавирус все равно может протекать достаточно тяжело. я бы хотел прокомментировать, коллеги, но вот то, что мы говорим, не нужно же воспринимать как какую-то там, я не знаю, четкую рекомендацию, вот на шестой день обратился, значит, уже молот нельзя, но это лишь призыв к действию, если перед нами температура еще ЦН, как раз в эти сроки, температура фибрильная, да, шестой день, вполне очевидно, что есть факторы риска, почему же не назначить противовирусную терапию, как раз это будет нормальным вариантом. Не нужно вот относиться к словам, что до пяти как бы вот можно, а после пяти уже совершенно не нужно, нет, я даже таких слов не говорил, не целесообразно, когда есть поражение легких, да, когда уже все состоялось, когда речь идет о стационарном ведении этих пациентов, но нужно адекватно оценивать реальную клиническую картину, вот я объясню, шестые и седьмые сутки, фибрильная лихорадка, поражения нет, и вполне очевидно, почему, что назначить противовирусную терапию, если мы будем дать этот пациент в оплату, это так. Так, следующий вопрос, в каком случае назначать Эвушелд? Это профилактика, коллеги, новой коронавирусной инфекции, это моноклональные антитела, и речь идет не о лечении, речь идет о тех пациентах, у которых вакцинация, Павел Андреевич сейчас скажет что-нибудь хорошее по поводу вакцинации, для тех пациентов, для которых вакцинация была противопоказана, либо она не привела к развитию и появлению в общем-то достаточного количества антител. Придуман этот препарат моноклональные антитела, это монокринологические пациенты, которых нужно защитить от развития тяжелого течения новой коронавирусной инфекции. И вот препарат действительно вводится внутримышечно, но как некая профилактика развития COVID-19. Причем его нельзя использовать в случае постконтактной профилактики, то есть пообщался человек или, соответственно, на такой профилактический прием здесь уже не будет показан. Как раз наоборот, вот мне кажется, постконтактная профилактика это следующий этап исследований, посвященных соответственно молну перавиру и факслоиду, как один из вариантов экстренной профилактики постконтактной ну вот этих тяжелых проблем пациентов. Вот, наверное, так. Так что вышел, это не лечение этой профилактики. Так, наблюдали ли вы резкую гипотермию после применения молну перавира? У пяти моих пациентов с высокой температурой, принимавшие ликвиз в адекватном режиме без перавира на вторые сутки приема нормализовал температуру и значительно улучшил состояние, но на третий день его приема у всех температур стал 35,1 но 34,6 с неважным самочувствием. После его отмены температура повысилась, нормализовалась. Или это гипотермия отнести на счет действия самого коронавируса? Ну, сложно сказать, Светлана. Спасибо за вопрос. Мне кажется, что здесь действительно где-то посередине. во-первых, возможно, сроки уже соответствующей нормализации температуры тела у этих пациентов подошли. С другой стороны, мы же понимаем, что любая и противовирусная и антибактериальная терапия, она как раз сопровождается подобного рода явлениями. И вполне очевидно, что это возможно на фоне поэтиотропной противовирусной терапии. Как к этому относиться? Ну, сказать, достаточно сложно наблюдать. Ну, мы видим гипотермию часто. Я думаю, что она не связана с терапией, я думаю, что она связана с течением коронавирусной инфекции. Это поражение регуляторных центров центральной едой системы. Так, какие противокошлевые эффективны? У нас всего лишь три противокошлевых препарата, коллеги, бутамират, леводропропезин, вот, мегалин, пожалуйста, выбирайте какой-нибудь из них. Других вариантов попросту нет. Поэтому они все изучали, в том числе COVID-19, обладают противокошлевым эффектом. Выбирайте для конкретной клинической ситуации любой из них. могу подтвердить, что это препараты затычки для кашля. Извините за выражение. То есть, вы их даете, действительно, реально, люди перестают кашлять, у них нет мокроты, у них нечего отхаркивать, нечего там разжижать. Это тоже все рефлекторные вещи, которые просто надо убирать. И препараты эти, если я правильно помню, разные по механизму действия, поэтому, если один не помогает, он вполне может быть заменен на другой. Вот. Поэтому просто подбирать иногда кашель мучительнее, поэтому эта тема действительно существует, надо на нее обращать внимание. Здесь Андрей Алексеевич нам это все подсказал, мы это внесли в рекомендации и с тех пор очень успешно используем этот подход. Так, это поедем ко мне. Нужно ли назначать антикоагулянты женщин среднего возраста, принимающим противозачаточные при ковиде и без сопутствующих факторов риска? Я не знаю, но средний возраст я не знаю, это больные с ковидом или что, просто противозачаточные, а при ковиде и противозачаточные, слушайте, я не могу так точно ответить на данный вопрос, но если там выраженный ковид, то антикоагулянты показаны. противозачаточные средства в принципе в этой ситуации не очень являются дополнительным фактором риска, потому что они вызывают тромбоэмболические осложнения в начале терапии, первые там может быть месяц-два максимум, а не уже когда это так сказать стационарная терапия. Поэтому надо смотреть при легкой форме. Шутка легкой формы, без температуры, без кашля, ну зачем там антикоагулянты? Мы все-таки говорим о том, что это больные с выраженной патологией, с температурой, иногда с дыхательной недостаточностью, с головными болями и так далее. То есть просто так всем направо-налево, если нет других факторов риска, тут я абсолютно согласен с Анрией Алексеевичем, конечно, мы так уж не назначаем. Так, можно ли назначать эти препараты без ПЦР или есть побочные эффекты? Вопрос очень непростой, грубо говоря, уважаемые коллеги, потому что на страницах наших временных рекомендаций такая возможность существует, учитывая тот факт, что сейчас омикрон протекает в этипострепиратурные инфекции чаще всего и, конечно, есть желание предотвратить развитие этой болезни у групп риска. Но, на мой взгляд, все-таки, мне так кажется, в отношении именно этой болезни мы получили потрясающий инструмент. Это экспресс-диагностика. Зачем результаты ожидаться ПЦР? Тем более, кстати говоря, и они могут быть доступны в течение нескольких часов. Все-таки это ручной метод. Это первое. Второе, иммуно-хомографические тесты. Стоимость в следующем время от 500 рублей есть в различных регионах нашей страны. А уж в поликлиническом звене их огромное количество было закуплено. Давайте их использовать в реальной клинической практике. на экспресс-трест вполне очевидно для нас полная уверенность в предназначении подобных аппаратов терапии. То есть все нужно делать как мне кажется по показанию. Ну и я напомню, что у нас симптом-чекер, который в нашем медицинском бюро в доступности бесплатный, он дает вероятность заболевания с чувствительностью 89% с половиной. Поэтому если вам невозможно сделать какое-либо исследование, это занимает ровно полторы минуты, и вы будете либо уверены в том, что у вас эта патология есть, либо не уверены. Там частота прямо показывается. Так, противокошлевые препараты, ну тут перечислили их снова внизу вписанном виде, я думаю, что повторять не имеет большого смысла. Вот, еще раз призываем их употреблять, потому что это противоречит обычным канонам терапии легочных заболеваний, когда мы пытаемся назначить всем отхаркивающую. В данном случае это ровно противоположно, только ухудшает ситуацию. Так, ну если вопросов больше нет, одни благодарности, тогда мы поблагодарим Андрея Алексеевича за хороший доклад, за тот вклад, который он внес в лечение больных. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...